Добрый день! С вами на связи Галина Струнина. Сегодня мы поговорим о гаджетах. Ну вот давайте начнем добавить гаджет. Как видите, блогер нам предлагает большое количество гаджетов. Предлагаю начать популярные сообщения. Смотрим обязательно за все время, чтобы было указано. И вот эти две галочки мы уберем. Почему? Это уменьшенное изображение и фрагмент. Если мы не уберем эти галочки, это будут отображаться фрагменты, часть статьи боковой колонки. Это будет выглядеть очень неаккуратно и некрасиво. Так, сохраняем. Что такое гаджеты? Гаджеты – это элементы. Я вам сейчас покажу на примере другого блога, что они из себя представляют. Вот смотрите, вот это вот все. Это все гаджеты. Вот гаджет, вот гаджет. Это все гаджеты. Так, возвращаемся к нашему блогу и добавляем еще один гаджет. Так, добавим гаджет страницы. Нам, видите, сразу пишут добавлять автоматически новые страницы при публикации, отображаемые страницы, и рекомендуют, чтобы внешний вид выглядел им именно как вкладки. Что мы и выбираем, и подтверждаем. Сохранить. Так как нам предложили, мы перенесем гаджет страницы вот сюда. Вот название блога. Так, видите, блог встал. Сохраним расположение. Как мы видим, при создании блога нам сразу же дается два гаджета. Это «Обо мне» и «Архив блога». Ну, «Обо мне» нужно перенести в правую колоночку и поставить ее первой. Потому что, когда человек входит на ваш блог, первое, что он бросает взгляд в правую сторону и должен видеть автора этого блога. Так, добавим еще один гаджет. Вот хочу еще обратить внимание. Есть такие гаджеты, элементы, что можно добавить только один раз. Вот мы добавили страницы. Больше мы не имеем права добавить. А есть гаджеты, которые можно добавлять неоднократно. Значит, зайдем вот сюда, дополнительные гаджеты. И выберем гаджет «Постоянные читатели». Нажимаем на плюсик. Вот. Использовать стили шаблонов по умолчанию. Сохраняем. И еще один элемент можно добавить. Статистика блога. Она необходима. Обязательно указываем, промежуток времени. Все время. Потому что, видите, тут есть за последние 30 дней, последние 7 дней. Нет, нам нужно все время. И выбрать стиль. Я рекомендую только такой. Никакой графики, никаких черно-белых рисунков. Сохранить. Итак. Вот архив блога нам дали сразу же при создании блога. Я рекомендую перенести его вниз. В подвал его еще так называют. Так. Что мы можем еще добавить? Мы можем добавить... Ярлыки. Так. Ярлыки. Мы уберем слово ярлыки и назовем рубрики. Обязательно показывать все ярлыки в алфавитном порядке и список. Это будет очень аккуратно выглядеть. И показывать количество сообщений для каждого ярлыка. Это обязательное условие. Сохранить. Рекомендую еще поставить гаджет. Популярные сообщения. А, подожди. Так, так, так. Нет, мы уже его поставили, извините. Так. Теперь давайте мы сделаем, чтобы у нас это красиво выглядело. Значит, рубрики мы перенесем вот сюда. Обо мне поднимем выше. Все это очень легко передвигается. Так. Обо мне. Общее количество просмотров. Постоянные читатели. А популярные сообщения мы перенесем вот сюда. И... Чтобы все было соответствующее. Рубрики и популярные сообщения. Здесь у нас постоянно читатели. Обо мне. Общее количество просмотров. Так. Теперь вот давайте займемся страницами. И... Так. Мы зайдем вот сюда. Так. Окей. Надо сохранить. Да-да-да. Как видим, у нас пока только одна главная страница. И это естественно, потому что мы больше не создавали. Но если мы хотим создать еще одну страницу, чтобы это была еще одна верхняя вкладка, мы нажимаем вот сюда. И создаем страницу. Пишем название страницы. Ну, допустим, секреты лидера. И сохраняем. После того, как вы заполните эту страницу текстом, мы сделаем публикацию. И страница встанет на свое место. Вот про что я и говорю. Вот видите, пока только главная страница. Когда мы опубликуем вторую страницу, она появится здесь. Так, вот видите, она находится в черновиках. После публикации она встанет вот сюда. И таким образом можно добавить сколько угодно страницы. Допустим, я добавила себе на блог страницу обо мне. Можно написать автор, об авторе. Вот. Сохранить. Страницы статичные. То есть, если вы один раз написали текст, больше там ничего не добавляется. Вот, пожалуйста. Видите, появилась еще одна. Как только мы заполним страницу и сделаем публикацию, все они станут вот здесь, вот по порядку. А вот сообщение... Мы можем постоянно писать. Вот, допустим, создать сообщение. Разумеется, должна быть тема сообщения. Ну, допустим, урок добавления гаджетов. Здесь пишем текстовку свою, вставляем изображение, вставляем, если есть видео, сохраняем и делаем публикацию. Да, и еще обязательно, когда вы пишете сообщение, вот сюда нужно зайти в ярлыки и дать название. Ну, допустим, так и напишем. Урок по гаджетам. И тогда у вас в рубриках будет выходить ваше сообщение под названием. И вам не нужно будет искать, где оно находится. Выйдет название и все будет понятно. Так, вернемся опять к нашему дизайну. Так, вот. К нашему дизайну и посмотрим, что у нас получилось. И так, надо снова переставить нам. Значит, обо мне мы ставим сюда, рубрики мы переносим, постоянные, популярные сообщения переносим, постоянно что-то листается вот таким вот образом. Все очень легко перемещается. Архив блога вниз. Страницы стоят на месте, куда мы их поставили под название вашего блога. Так, сохраняем расположение. Все. Вот на этом я и захотела... Это очень маленький урок, очень краткий. Но я просто хотела, чтобы вы имели представление, как добавлять гаджеты и для чего они нужны. На этом я заканчиваю. Думаю, что этот урок вам будет полезен. До свидания. С вами была Галина Струнина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова